Здравствуйте, коллеги! Я рад приветствовать вас на канале Параквариумистика. И, как вы уже поняли, из названия этого видео речь пойдет про объемы аквариума. Но прежде, чем я начну говорить про свое мнение об объемах, я хотел бы сказать, что мне очень жаль, что спор между каналами Скалярики, Акваменом, ну, соответственно, моим каналом Параквариумистика и Green Art Moscow вышел за рамки нашего обсуждения и дошел до вас. И, с другой стороны, мне еще немного обидно, потому что у каждого канала названного есть очень много толковых, интересных, познавательных видео, но почему-то наш спор начал набирать очень большие обороты просмотров. Неужели вам намного интереснее смотреть, ну, некую, скажем так, ссору, чем что-то познавательное? Объем аквариума всегда был и будет спорным вопросом. Почему? Да потому что на самом деле никто толком не знает, какой объем для той или иной рыбки, для того или иного аквариумного обитателя на самом деле самый приемлемый или самый необходимый, самый удобный, самый комфортный, потому что рыбки не умеют разговаривать и спросить их напрямую мы не можем. Поэтому мы можем только догадываться. Любое мнение, которое вы видите в интернете, на любом сайте, на любом YouTube-канале, это сугубо мнение того аквариумиста, который писал про ту или иную рыбку. И, соответственно, каждый этот аквариумист, который пишет про объем аквариума, он исходит из своего личного опыта, скорее всего, или перенимает опыт кого-то другого. Но помимо того, что у каждого из нас свое мнение, у каждого из нас есть свой опыт, эта тема будет еще постоянно, еще очень долгое время будет обсуждаться, потому что у каждого аквариумиста свой этап развития. Ну, понятное дело, что все эти этапы развития, про которые я сейчас говорю, это условности, это мои условности, потому что, когда я делаю видео для канала Параквариумистика, я пытаюсь каждую тему разжевать и дать максимально простым языком информацию, которую мог бы воспринять не только опытный аквариумист, но и начинающий аквариумист. И когда я сталкиваюсь с аквариумистами в личной беседе, вживую, с тем или иным аквариумистом, я должен понять, на каком языке я должен с ним разговаривать. И язык разговора, то есть, ну, например, профессиональный сленг, он будет отличаться. Ну, то есть, разговор с одним аквариумистом и с другим будет отличаться, потому что развитие у каждого из аквариумистов разное. Ну, я, конечно же, могу вас познакомить с этой пирамидой, которую я сам для себя сделал. Она основана на пирамиде Маслоу, так называемой пирамида потребностей. Я думаю, те из вас, кто занимается управлением персоналом, скорее всего, о ней знают. Она очень неплохо применима и в аквариумистике в том числе. Ну, вот так эта пирамида будет выглядеть, пирамида этапов развития аквариумистов. И первый этап, то есть, самый нижний этап, это банальное желание человека завести себе какую-то емкость с аквариумным жителем. То есть, это может быть или рыбка, или даже, возможно, улитка. Ну, и спустя какое-то время, если все получилось, если у него осталась эта рыбка или эта улитка живая, живой, то постепенно этот аквариумист переходит на второй этап. На этап, который уже немножко сложнее первого, потому что этот начинающий аквариумист начинает уже задумываться о том, правильно ли он условия создал для этой аквариумной рыбки, правильно ли он за ней ухаживает, что нужно аквариумным растениям, начинает уже задумываться над этим. Но и помимо этого, он уже начинает задумываться не только о безопасности аквариумных обитателей, но и о своей собственной безопасности. То есть, он, оказывается, узнает, что может аквариум дать течь. Или внешний фильтр также может, соответственно, дать сбой и затопить дом. То есть, второй этап, это такое осознание. Этап осознания о том, что должна быть какая-то безопасность. Третий этап – потребность в принадлежности. То есть, появляется на первом и втором этапе, когда он проходит аквариумист, эти два этапа, уже появляется какой-то маленький опыт. И когда появляется потребность в принадлежности, то человек уже начинает читать форумы, где-то что-то на какие-то вопросы отвечать. То есть, возможно, даже давать начинающим аквариумистам какие-то советы, первые свои советы. И на этом же этапе, на этапе номер три, этот аквариумист уже начинает выбирать что-то для себя более-менее интересное. Ну, например, он начинает определяться, что ему больше нравится – аквариумные обитатели и уход за аквариумными обитателями. Или оформление аквариумов. То есть, возможно, он себя видит в качестве скейпера. Одни из них переходят на видовые аквариумы. Третий может начать заниматься именно аквариумистикой биотопной. А после этого каждый аквариумист, который прошел все эти три этапа, он попадает уже на четвертый этап. На четвертом этапе уже хочется стать в чем-то лучшем. Лучше всех уметь оформлять аквариумы. Или лучше всех разбираться, например, в креветках, да, вот как Дима Кашкаров, например. Стать лучшим в аквариумных растениях и добиться какого-то признания при этом. Показать всем, что я знаю, я умею, и это у меня уже очень даже неплохо получается. И только пройдя все эти четыре этапа, аквариумист попадает на пятую ступень. Ступень номер пять, которая говорит уже о потребности самовыражения. После того, как ты прошел уже весь этот путь, для некоторых людей ты становишься уже авторитетом. К тебе уже начинают прислушиваться, ставить тебя в пример или твое мнение, твое именно мнение высказывать уже другим людям, говорить то, что это вот сказал этот человек, который уже является каким-то авторитетом. А сам аквариумист на этом этапе стремится к чему-то большему. Ну, например, оформить аквариум не просто лучше всех, а оформить аквариум так, как его еще никто никогда не оформлял. Ну, и тут можно в качестве примера сказать, например, Такаси или Такаши Амана, например. Он начал оформлять в своем неповторимом стиле, и мы все знаем об этом стиле, и начинаем перенимать что-то новое для себя. Возможно, некоторые на этом этапе хотят вывести какой-то новый окрас, ну, скажем, скалярий, например, окрас, которого не было до этого. Или научиться разводить аквариумных рыб, таких, которые до тебя, до этого человека, никто еще не смог развести в домашних условиях. Вот это уже пятый этап. И, соответственно, из-за того, что каждый аквариумист находится на каком-то своем конкретном этапе, он уже по-своему видит аквариумистику, и на каждом этапе можно не согласиться с объемами аквариума. То есть, ты, может быть, на первом этапе, когда только завел аквариум, ты думаешь, что да, на 20 литров золотая рыбка у меня целый месяц прожила, и этого уже достаточно. Но, соответственно, этот же аквариумист, который будет уже на второй, третьей, пятой ступени, конечно же, он уже так не скажет. Поэтому мнение этого аквариумиста может со временем меняться. Я хотел бы, чтобы вы понимали, что идеальный объем для тех или иных обитателей – это естественный водоем. Для одних это река, для других это пруд. И когда мы говорим про аквариумистику, про замкнутую, так сказать, экосистему, это уже не идеальные условия. Это уже не идеальный объем. аквариум – это все созданные искусственным путем условия, в которых рыбка, ну, может быть, не то, что выживает, существует, по-любому существует, живет. Но это не есть идеальные условия – аквариум. Вот аквамен, например, говорит то, что рыбки, которые сейчас живут в аквариумах, они уже давным-давно адаптировались и так далее. Но это все, опять же, такие условности, когда мы говорим, что рыбки уже адаптировались. Ну и что? Что значит адаптировались? На зоне люди сидят в тюрьмах, там им тесновато, но они тоже адаптировались и тоже там живут. Но, естественно, на воле им будет посвободнее и дышать будет полегче. Так и в аквариумистике, так же и с рыбками. Ну, да, и они из поколения в поколение там уже живут в этих 50-100-300 литрах. Но это не значит, что им не будет комфортно, когда у них будет большой объем или естественный водоем. Мне не совсем понятно, почему мы ориентируемся на другие страны. Выпустили видео мои коллеги, начали говорить о том, что а вот в Германии минимальный объем аквариума должен быть 54 литра и так далее. Ребят, кого вы слушаете? Это страна Германия, против которой мы дважды уже воевали в Первой мировой и во Второй мировой войне. Да, у них, конечно, там хорошие машины, они очень расчетливые люди, но, тем не менее, компания Тетра та же самая, немецкая компания, она выпускает круглые аквариумы 6-литровые для рыб, ну, то есть, там, для петушков для тех же самых. Поэтому не нужно сравнивать одну страну и как они свою аквариумистику видят с Китаем, например, с тежим самым. Потому что вот Павел, например, показал, как в Китае в баночках были Данио Рейлио. Но что нам показывать? Понятное дело, то, что менталитет этой страны совсем другой, не такой, как в Германии. В Китае очень плотное население, то есть, они живут не так, как в Германии. Соответственно, они свою жизнь перекладывают на жизнь тех же самых аквариумных обитателей. Если им тесно, то и рыбкам, соответственно, тесно. Если в Германии, там, они живут просторно, ну, соответственно, у них по 54 литра. У нас должна быть своя, соответственно, система. Потому что мы живем в своей стране. У нас свои законы, свои порядки. Менталитет у нас совсем другой. Если же говорить про минимальный объем аквариума, то я все-таки придерживаюсь советской школы. Может быть, не все было гладко в Советском Союзе, но, тем не менее, советская школа не самая плохая, и можно оттуда кое-что перенять, аквариумистика в том числе. Давайте попробуем провести аналогию жизни советского человека и русского человека сейчас, современного человека, и нашей аквариумистики по объемам. Ну, вот смотрите, в Советском Союзе на каждого члена семьи должно было приходиться, если не ошибаюсь, 8,25 квадратных метра. Тесновато вроде, казалось бы, да? Сейчас, ну, это, правда, без учета кухни, да? Но сейчас 33 квадратных метра на человека в современной России положено на человека. Но, тем не менее, большинство россиян живут сейчас еще в советском жилье, когда квартиры выдавали за труд, за работу. Сейчас все поменялось, да? Квартиры теперь должны быть просторными, теперь 33 квадратных метра на человека. Но заработать на такую квартиру очень непросто, очень тяжело. Если говорить про объем жилых помещений, да, то люди советских времен очень тепло вспоминают о том времени, говорят о том, что они были дружными, может быть, им было тесно, но они были дружные, они общались, они не закрывали двери, когда уходили в магазин там и так далее. Сейчас, естественно, такого уже быть не может. И если раньше жилье выдавали, то сейчас мне вообще немножко ситуация в нашей стране непонятна с жильем, потому что очень много всего хорошего говорят, но делают совсем нехорошо. Например, у меня сейчас не так давно появилась одна такая небольшая история. Отец многодетной семьи узнал о том, что если не хватает квадратных метров на каждого члена семьи в многодетной семье, то, соответственно, государство может с этим помочь расширить это жилье. В общем, он подал заявочку. И, как вы думаете, что произошло? К нему приехали с органов опеки и забрали детей, потому что квадратный метраж, который был на тот момент, у этого человека не соответствовал количеству людей, проживающих в этой квартире. Ему дали месяц для того, чтобы решить этот вопрос. И он решил этот вопрос, переехал в деревню, потому что там жилье дешевле. С квадратными метрами вопрос решил, и государство ему теперь больше ничего, соответственно, не должно. Так вот, если говорить про советскую аквариумистику, там есть такое понятие, как один сантиметр на один литр. Понятное дело то, что это все условности, но, тем не менее, я приемлю это. Для меня это, в принципе, нормально. Если говорить про мое мнение. Опять же, мы говорим сейчас про минимальный объем. Минимальный объем, в котором можно содержать тех или иных обитателей. Сразу хочу сказать, что при таком расчете нужно 10-20 литров накидывать минимум на то, что у вас будет грунт, оборудование, декорации и так далее. Как это считать примерно? Вот смотрите, есть, например, у вас меченосец 5 сантиметров. Соответственно, 5 литров должно быть на одного меченосца минимум. И у вас их, например, 5. Соответственно, 5 и 5 получается уже 25 плюс 20 литров накидываете на все про все. То есть, получается 55 литров на пятерку. Это, опять же, повторюсь, не комфортный, идеальный какой-то, а минимальный для того, чтобы рыбка смогла выжить. С золотыми рыбками сложнее. Опять, также мы 10-20 литров накидываем на все про все, то есть, на грунт, оборудование и так далее. И уже не по одному сантиметру они считают на золотую рыбку, а по 2 литра на каждый сантиметр. Вместе с хвостом, обязательно вместе с хвостом. То есть, если она там, и золотая рыбка сантиметров 15, то, соответственно, должно быть 30 литров свободного объема. Плюс еще там 20 литров накинуть на все про все, да, как я уже сказал. Вот такая советская школа, которая дошла до меня еще в юном возрасте, и которой я, в принципе, пользуюсь. Но, опять же, повторюсь еще раз, то, что это минимальный объем, который можно позволить тем или иным аквариумным обитателям. Вообще, я хотел бы сказать о том, что объем не всегда играет ключевую роль в аквариумистике. А порой даже вообще не играет. Ну, если не говорить, конечно, о безрассудстве, когда там карпакои мы сажаем в 5-литровый аквариум. Ну, просто, по крайней мере, это не первоочередная нужда. То есть, надо сначала, помимо этого, нужно думать еще о очень, много чем, о другом. И когда начался вообще этот спор, начался этот недопонимание одних аквариумистов и других, я подумал то, что все это дело похоже на вот этого персонажа. Я думаю, многие из вас с ним знакомы. И он сейчас заговорит, поэтому лучше уберите детей от экранов. Да давайте дадим ему слово. Я сижу, бухаю, и мне вообще похуй. Мне вообще похуй. Мне вообще похуй. Даже дверь открыта. Вообще похуй. Вообще похуй. Абсолютно. Вообще похуй. Вообще похуй. Мне вообще похуй. Да мне похуй. Мне вообще похуй. Мне вообще похуй. Да и все, и похуй. Что понравилось, то есть похуй. Но зато комфортный объем. Я ведь не на пустом месте про это все пекусь, а об этом говорю. Потому что, ну возьмем давайте Виталия Шорохова, Green Art Moscow. Мы уже вспоминали, другие блогеры вспоминали его голубоглазок в 300 литровом аквариуме, которым было все комфортно, казалось бы, да. Возможно, вы видели эти видео тоже. Ну вот он запустил стаю голубоглазок в свой 300 литровый аквариум. И где сейчас эти голубоглазки? Я скажу, где эти голубоглазки. Они попросту все повыпрыгивали из аквариума. Сейчас не важно, не важно, показатели воды были плохие, температура им не подошла, гонялся за ними кто-то, или возможно они просто во время игры выпрыгивают. Здесь-то нужно включать уже голову, понимаете? Я опять же говорю о том, что объем это не всегда самое важное. Скорее всего, нужно было покровным стеклом этот аквариум накрыть, потому что голубоглазки имеют такую особенность выпрыгивать из аквариума. И таких особенностей очень много. Поэтому, если не соблюдать какие-то конкретные особенности рыб, не учитывать их, то возможно вы рыбу потеряете и в 500 литровом аквариуме, и в тоннике, и так далее. Поэтому идеальный объем это не всегда самое важное. Ну и вообще, честно говоря, я склоняюсь к тому, что даже если брать советскую школу, о которой я говорил, намного важнее другое. Намного важнее понятие, о котором мало кто вообще говорит из аквариумистов. Это понятие полезная площадь аквариума. Полезная площадь не объем, а площадь. О чем я хочу сказать? То, что аквариум бывает разный. Давайте так возьмем уже прям кардинально так картинку вам покажу неправильную. Представьте то, что аквариум в ширину и в длину 15 сантиметров. А высота этой емкости этого аквариума будет 2,5 метра. Но это примерно получится литров 56, да, такой. В принципе, объем аквариума получается 56 литров. Очень даже неплохо подходит для, там, трех коридоросов, скажем. Коридоросов в панда, да, небольших. Но в этом вся и фишка, то, что объем аквариума будет подходить, а площадь дна, полезная площадь, потому что коридоросы находятся большую часть своей жизни где? Они находятся на дне. Поэтому на дне для них должен быть простор. 15 на 15 им, естественно, не хватит. Особенно, если поставить какое-нибудь растение или укрытие, или гротик какой-то поставить. Все, полезного объема у этих рыб практически не будет. Поэтому я и говорю, то, что важнее все-таки, наверное, даже не объем аквариума соблюдать, а полезную площадь. Но в то же время, если мы возьмем 2,5 метра в длину и ширину, и пускай там будет 10 сантиметров, я не знаю, вот так вот, пускай будет глубина этого аквариума, они будут себя чувствовать просто великолепно, даже если общий объем аквариума для них, ну вот, по тому, как говорили до меня, мои коллеги, что он не будет соответствовать объему, там, да, то, что будет меньше 100 литров, скажем. Ну, или возьмем, например, щучку линеатуса, да. Щучка линеатуса, она всегда, ну, большую часть своей времени, практически всегда находится на поверхности воды. То есть, она на дно практически никогда не опускается. И если, соответственно, верх аквариума будет маленький, зато будет большое дно, полезная площадь для этой рыбки будет совсем маленькая и неприемлемая, невзирая на то, какой будет общий объем этого аквариума. И так, на самом деле, можно по большинству рыб пробежаться, потому что все-таки рыбки у нас делятся, ну, грубо говоря, на 5 видов. Это те, кто держится у поверхности аквариума, у дна аквариума, дно плюс середина аквариума и середина плюс верх. Очень мало рыб, которые и там, и там, везде постоянно. Есть, конечно, есть, но очень небольшое количество таких рыб, которые плавают везде. Ну, и не забывайте, например, про те же цихлидники, да, цихлиды тоже, можно их разделить на буна и утаку. И не стоит забывать то, что те же самые еллу, они не опускаются на глубину ниже 60 сантиметров. Поэтому, если вы сделаете глубокий большой аквариум с большим шикарным объемом, они, ну, не будут себя очень комфортно чувствовать. Потому что они все-таки в живой природе, ну, и в крови у них это заложено, они ниже 60 сантиметров опускаться не захотят. Поэтому я еще раз повторюсь то, что я лично придерживаюсь все-таки больше советской школы. В первую очередь и во вторую очередь я обращаю лично, я обращаю внимание не на объем, а на полезную площадь для тех или иных аквариумных обитателей. Но и то это все не в первой очереди у меня идет. В первой очереди все-таки идет уход и правильное содержание, правильное кормление аквариумных обитателей. Это должно быть у всех первоочередной задачей. Коллеги, Green Art Moscow, Скалярики, Аквамен, я призываю вас все-таки собраться опять вместе, пообщаться и наши разногласия свести на нет. Я призываю всех к дружбе, миру, жвачке. А с вами, дорогие коллеги, я хочу попрощаться, на этом у меня все. Всего доброго вам и вашим близким. Мне было бы очень интересно в комментариях увидеть ваше мнение, ну а возможно кто-то из вас даже снимет свое видео. Присылайте либо в инстаграм, ссылочку скиньте, либо вконтакте в группе Параквариумистика. Мне будет очень интересно посмотреть и я даже бы разместил, ну например, в группе контакте я бы точно разместил, чтобы посмотрели и другие подписчики канала Параквариумистика. Спасибо вам, всего доброго вам и вашим близким. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok